это владимир зеленский зеленский будто хочет с тобой поговорить кажется что ты с ним знаком он близок многим людям он актер который играл президента на экране алло доброе утро мистер голобородько я могу соединить вас с ангелой меркель да можете он стал невероятно узнаваемой фигурой 2018 у него был миллион подписчиков в социальных сетях искусство воплотилась в жизнь когда он решил баллотироваться по-настоящему и победил наверное путин подумал что каждый день будет рождество когда комедийный актер объявил себя кандидатом в президенты шоумен может стать президентом последние две недели зеленский исполняет роль своей жизни в которой он воплощает надежды нации кто этот человек которому сейчас приковано внимание мира если вы спросите меня ожидал ли он что станет военным лидером я отвечу нет как он превратился из шутника в лидера нации многие боялись доверять украину тому у кого совсем нет опыта управления государством какой будет следующая глава его невероятной истории в условиях противостояния с россией слава нашим защитникам нашим героям украине слава украине зеленский вызов путину 24 февраля 2022 44-летний президент владимир зеленский призывает 144 миллиона россиян спасти украину мы точно знаем нам не нужна война не холодная не горячая он горячо обращается ко всем россиянам и просит их восстать против своего правительства призывает не доверять тому что они слышат на своем государственном телевидении и остановить весь этот ужас но слова зеленского не возымели должного эффекта время заканчивалось столкновение было неминуемо последние две недели на украине владимир зеленский предстал на мировой сцене как вдохновляющий лидер противостоящий владимиру путину кто же этот человек как началась его история 25 января 1978 года зеленский родился в кривом роге украина тогда бывшим частью ссср в еврейской семье говорящий на русском их родственники пережили холокост зеленский вырос в большом промышленном городе с не очень насыщенной культурной жизнью у него была простая семья которая пыталась вести концы с концами в городе разваливавшимся после распада советского союза его отец был преподавателем информатики мать инженером он был лучшим в классе учился играть на пианино и на гитаре он был общительным он всегда говорил что у него было типичное советское детство в двухтысячном году несмотря на полученное юридическое образование зеленский увлекся другим делом развлечения юмор и команда 95 квартал он начал участвовать в конкурсах импровизировать у меня к вам следующий вопрос его команда называлась 95 квартал это был российский конкурс веселых ребят из университетов разных городов бывшего советского союза начало двухтысячных зеленский 95 квартал взлетели им предложили невероятную возможность собственное телешоу теперь мне надо подумать всем было очевидно химия в команде и схожее чувство юмора участников честно говоря иногда их шутки были грубыми иногда жесткими иногда примитивными жизнь била ключом в 2003 он женился на елене своей возлюбленной из университета также участницы его команды любопытно что его жена сценарист она участвовала в производстве 95 квартала в этой комедии ты часть команды тут не должно быть эго он трудоголик все что мы видим в зеленском привлекательное забавное вытекает из долгих лет строгой дисциплины с выступлений свое время это стало главным козырем в его арсенале в 2006 он принял вызов которого ждут многие звезды он появился в украинской версии танцев со звездами боже мой вы видели его движение его особо не волнует что он не идеальный танцор способности зеленского привели его к финалу и он победил он снимался в блокбастерах и даже стал украинским голосом медвежонка паддингтона в успешном фильме 2014 года его мягкая и спокойная подача очевидно в этом видео из-за кулиси тетя люси всегда мечтала о лондоне но у нее не было возможности если бы она это увидела ее мечта будто бы сбылась тетя люси но пока развивается его карьера политический кризис на украине вот-вот навсегда изменит его страну янукович коррумпированный президент марионетка путина не подписал европейское торговое соглашение над которым работали долгие годы вместо этого он сказал что подпишет соглашение с решение бывшего президента украины приводит к хаосу в стране и в киеве начинаются про европейские протесты в результате насилия погибло более ста человек а правительство было свергнут янукович испугался и сбежал в россию и в тот момент когда украина осталась без правительства путин воспользовался шансом владимир путин присоединил крым к территории россии а финансируемые москвой сепаратисты заняли донбасс на востоке революция приблизила украину к западу и отдалила от россии с тех пор украина противостояла россии вдоль этой линии соприкосновения окружающий донецк и луганск переворот направил зеленского к новому проекту политической сатири вышедшей на экраны в 2015 году сериалу слуга народа учителя истории внезапно стал президентом украины в этот фильм он вложил все недовольство и негативные чувства украинцев это четко объединяло все их эмоции по отношению к западу по отношению к украине и к россии его сериал был невероятно популярным в россии на украине он был популярной личностью пока украина боролась коррупции влиянием олигархов вымышленный президент зеленского представлял собой идеального честного политика которому люди могли верить алло доброе утро мистер голобородь к я могу соединить вас с ангелой меркель да можете сразу видно что это творение прекрасно подкованного и увлеченного политикой человека сериал слуга народа был невероятно популярным это было способом снять напряжение от болезненной политической реальности увидеть другую сторону украины и политики это помогало юмор также важен к 2018 искусство начало отражать жизнь когда зеленский с коллегами придумал почти невероятный план мог ли он действительно баллотироваться в президенты наверное ему наскучили его телешоу и он почувствовал что ему нужно нечто большее в 2018 там в канун нового года зеленский появился на национальном телевидении добрый вечер друзья совсем скоро мы встретим новый год я вам дощупал заявлением которое поразило страну дорогие украинцы я обещаю вам пойти в президенты украины и обязательно выполню свое обещание я баллотируюсь в президенты украины давайте сделаем это вместе люди недоумевали серьезно ли он говорит многие не поверили что он может победить украинцы не представляли что комик из шоу-бизнеса сможет руководить украинской армии во время противостояния россии со слоганом без обещаний без оправданий зеленский пропустил традиционную кампанию я верю что изменить страну можно только вместе с тобой и проводил президентскую гонку практически только в соцсетях сделаем это вместе были только минутные видео на ютюбе и социальных сетях полная противоположность привычной кампании он не ездил по стране с возвышенными речами шоумен может стать президентом страна украинского лидера владимира зеленского под ударом но кто этот человек ставший лидером нации в апреле 2019 комедийный актер баллотировался в президенты сначала люди были настроены скептически они были удивлены они не думали что это серьезно люди смотрели например на трампа и говорили вот он звезда реалити-шоу и он стал президентом теперь у нас есть своя звезда вымысел стал реальность благодарю всех украинцев где бы вы сейчас не находились я обещаю что никогда не подведу вас всех это был переломный момент он будто взломал политическую систему украины это была уверенная победа очень решительная люди ликовали зеленский выиграл набрав более 73 процентов голосов несмотря на то что он комик это не было шуткой многие боялись доверять украину человеку которого совсем нет опыта управления государством украина взглянула на зеленского как на реального а не вымышленного президента на его инаугурации перед парламентом пусть не будет моих изображений не будет моих портретов президент не икона не идол речь зеленского на инаугурации была очень необычный это был новый язык звучавший в палате парламента он с самого начала хотел показать я другой президент я не бронзовая статуя до которой не добраться зеленский стал президентом пообещав справиться с коррупцией и обуздать влияние олигархов он говорил но удалось ли ему перейти от слов где был прогресс с антикоррупционными реформами но примерно через полгода что-то случилось и он поменял премьер-министра он поменял генерального прокурора и в некоторых реформах произошел откат он выполнил некоторые своих обещаний но не все а закон против олигархов который он подписал прошлой осенью можно назвать неоднозначным потому что в нем сильно размыто определение олигарх но в приоритете у зеленского закончить кровопролитие на востоке украины и наши главная задача при прекращении огня на донбассе донбасс регион где с 2014 украинские силы противостоят россии на донбассе путин возможно хочет дестабилизировать украину он видимо хочет конфликта постоянно являющегося источником экономической политической и геополитической нестабильности но перед сражением с русским медведем зеленскому предстоит бой с другим сильным президентом он сделал меня более знаменитым и я сделал его более знаменитым вскоре после выборов в 2019 зеленского втянули в первый скандал трампа с импичментом трамп потребовал чтобы украина начала расследование в отношении сына байдена из-за его роли в совете одной из газовых компаний и платежей которые он получил у нас был я думаю хороший телефонный разговор все прошло нормально мы говорили о многих вещах так что я думаю и вы читали это что никто на меня не давил другими словами никакого давления несмотря на все сбои через которые пробрался зеленский украина практически не пострадала вполне возможно путин посмотрел на это и подумал что сможет манипулировать зеленским точно так же надеюсь вы с президентом путином встретитесь решите свою проблему это станет невероятным достижением я знаю что вы пытаетесь это сделать декабрь 2019 путин и зеленский впервые встречаются лицом к лицу в париже думаю путин ожидал что зеленский сдастся и просто станет его марионетка это лучший подарок для путина который считает украину шуткой с клоуном в качестве президента ситуация напряженная но перемирие на донбассе согласовано однако это длится недолго позиция зеленского в отношении россии ужесточается путин ищет альтернативы дипломатическому пути мне кажется путин не считает эту страну страной не думает что у украинцев есть право существовать как стране конец 2021 россия сосредотачивает силы на границе с причину обозначают как военные учения число солдат растет и западный мир говорит что это не просто военные учения полагаю он будет действовать ему нужно что-то сделать на вашей границе сосредоточено более 100 тысяч российских солдат но зеленский не придал этому значению власть а в чем собственно новость разве это не наша реальность уже восемь лет последнюю неделю февраля я была в киеве на тот момент в городе все было совершенно спокойно и нормально люди даже не использовали слова вторжения или война об этом говорили как о том что может произойти ошибка была в том что от администрации сша и зеленского поступали противоречивые сообщения пока продолжается движение к войне зеленский объявляет день единения он надеется на дипломатический исход несмотря на то что у границ сосредоточены войска рейтинги зеленского падают некоторые украинцы задаются вопросом сможет ли зеленский справиться зеленский столкнулся с война сначала он в это не поверил я лично критиковал его за это но как и в любой нормальной стране когда начинается война все объединяются россия продолжает военные ракетные испытания зеленский меняет тактику накануне вторжения президент артист выступает в главном спектакле своей жизни сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом российской федерации результат тишина он обратился к российскому народу на своем родном языке на русском поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам россии не как президент я обращаюсь к российским гражданам как гражданин украины очень важно что он обратился к россиянам на русском языке это выглядит очень искренним потому что русский его родной язык а еще потому что россияне привыкли слышать Зеленского по телевидению. Они смотрели многие его шоу. Он знаком россиянам. Если вы спросите меня, ожидал ли он, что станет военным лидером, я отвечу нет. Он произнес дерзкое сообщение. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины, наши лица. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Рано утром 24 февраля Путин отправил солдат на Украину. Пока в Киеве звучат сирены, Зеленский сохраняет спокойствие. Человек, который был комиком, стал лидером страны. Без паники. Мы сильные. Мы ко всему готовы. Мы всех победим, потому что мы – это Украина. Зеленский превратился из «Слуги народа», как называлась его партия, в «Лидера нации». Это очень мощная трансформация. Но прежде всего он не выглядит напуганным. Он настроен серьезно. Очевидно, с ним связались американцы и спросили, «Не хотите ли вы, чтобы мы вывезли вас из города?» И он произнес одну из своих лучших фраз. «Мне нужны боеприпасы, а не такси». Это очень мощный сигнал. Я думаю, что для президента Зеленского это был лучший мощный способ мобилизовать украинцев. Сказав, что мы не сдаемся, мы будем бороться до конца. Видео селфи Зеленского служат доказательством жизни и выражают солидарность с жителями его страны. Президент тут. Мы все тут. Наши войска тут. Гражданское общество тут. Я тут. Никакое оружие мы не складываем. Мы будем защищать свое государство. Слава Украине. Он прекрасно применяет навыки ведения соцсетей, которые использовал во время предвыборной кампании, выпуская военные сообщения. Это по-прежнему короткие видеопрезентации с цепляющими фразами, разительно контрастирующие с речами Путина. Он представляет собой возвышенного, сдержанного человека, чье слово «закон», а Зеленский будто хочет с тобой поговорить. Кажется, что ты с ним знаком, он близок многим людям. Акции Зеленского выросли так же сильно, как упал рубль. Но пока он получает аплодисменты других мировых лидеров, противостояние активизируется. Никто не знает, что принесут дни, недели или даже месяцы противостояния, но мы знаем, что президент Владимир Зеленский и его народ настроены решительно и долгое время будут держаться. Повторюсь, сейчас никто не знает, когда закончится эта история. Страну Зеленского разрушают, но в самых мрачных обстоятельствах украинский президент вдохновил страну крепко стоять. Украина своего не отдаст. Сейчас украинцы, смотря военные обращения Зеленского, иногда говорят, что им кажется, что они смотрят на то, на 30-й сезон «Слуги народа». Просто он сменил костюм на футболку. Они не сломают нас. Я очень уважаю его за храбрость и его решение остаться и защищать Киев и Украину до самого конца. Не сломают наше государство. Он символ миллионов украинцев. Он каждый день убеждает, что победит именно Украина. Все украинцы. Мы украинцы, и мы все боремся. Слава Украине!